Она образовалась в годы перестройки, чтобы выстроить новые отношения между государством, бизнесом и населением. Налоговая служба России отметила 25-летний юбилей. Окружное ведомство по случаю круглой даты поздравило тех, кто трудится сейчас, и тех, кто стоял у истоков. Работников межрайонной инспекции поздравили и представители исполнительной и законодательной власти округа, а также федеральных и окружных ведомств. Первый руководитель налоговой инспекции Ненецкого округа с теплотой вспоминает свои первые рабочие дни. 2 июля 1990 года Анатолий Мяндин был назначен руководителем нового ведомства. О том, как вести службу, никто из сотрудников не знал. Не было ни инструкций, ни положений. Учиться самим и учить налогоплательщиков приходилось на ходу, с каждым новым законом. Нам пришлось внедрять и контрольный кассовый машин. Это сейчас вроде как бы обыденное дело. Тогда это было диковинку. Нам пришлось колеять марки акцизные, новиноводочные. И у нас был акцизный склад свой. Тираны помнят об этом. Нам пришлось и присваивать ИНН всем жителям округа. Результатом первых лет стало просвещение населения в налоговом законодательстве. Физические и юридические лица привыкали к своему новому статусу и платили налоги в бюджет. Благодаря этому в округе даже в самые трудные годы не было задержек, зарплат и пенсий. Первые годы, это 90-е годы, они были сложные по финансированию. Финансировались мы напрямую с Москвы, так как было Министерство Федеральной Налоговой Службы. Ездили туда, защищали как доходную часть, так и расходную часть. И сложно в плане того, что у инспекции не было своего здания. Здание мы уже построили в 97-м году. Сегодня работа налоговой инспекции полностью налажена. Казна региона получает запланированные доходы. В 2016 году это 5 миллиардов 300 миллионов рублей. За большими цифрами скрывается большая работа сотрудников ведомства. Иной раз налогоплательщики приходят очень активные и как бы не сдержанные. Как вам удается с ними установить контакт? Начинаем разговаривать на полтона ниже, чтобы и они снижали свой тон. Повысить эффективность налоговых сборов помогают и новые услуги. К примеру, каждый налогоплательщик через сайт может самостоятельно рассчитать тот или иной налог. Или зарегистрировать свой бизнес. Сегодня на сайте службы доступны более 40 сервисов. Основной задачей по-прежнему остается обеспечение доходной части бюджетов различных уровней. Конечно же, главной задачей будет являться и контроль за исполнением налогового законодательства. Но поскольку налоговый орган, являясь также регистрирующим органом, оказывающим различные услуги налогоплательщикам, в том числе по бесплатному информированию граждан, также продолжит дальнейшую работу по повышению качества обслуживания налогоплательщиков. По показателям деятельности, налоговая служба Ненецкого округа – одна из самых эффективных и технически оснащенных, а современные принципы взаимодействия бизнеса и власти позволяют создавать благоприятный инвестиционный климат в регионе. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».